Следующим пунктом реализуем страницу контакта, на которой у нас кроме текстового содержимого присутствует форма обратной связи. Данные из этой формы должны отправляться на электронную почту. Для этого есть специальный компонент, а также в системе имеется специальный механизм управления почтовыми шаблонами, который позволит настроить внешний вид электронных писем, настроить кому эти письма будут приходить и другие параметры. Например, можно настроить так, чтобы человек, который оставил сообщение в форме обратной связи, приходила копия письма. Страница контакта по сути своей является текстовой. От простой текстовой страницы ее отличает наличие формы обратной связи. Это как раз наглядный пример того, как можно на любой текстовой странице разместить компонент. Вставляем сначала весь контент вместе с формой. Все отображается верно. Но форма у нас, конечно же, не работает. Для реализации именно формы обратной связи есть специальный компонент. Настраиваем его. Копируем шаблон. И применяем верстку. Все. Форма работает как нужно. Вот такое письмо у нас приходит. Но что делать, если нам нужно, если мы хотим изменить текст письма, часть полей скрыть. То есть изменить шаблон письма. Для этого в системе есть специальный механизм, называемый почтовые шаблоны. Он позволяет редактировать почтовые шаблоны для различных случаев отправки писем. Одно из них – это форма обратной связи. А почтовые шаблоны вы можете использовать даже в собственном коде, так они имеют API для работы с ними. Изменим немного почтовых шаблонов. И до сих пор, вообще эффективно. Так. И до сих пор. И 강непр automated и вовремя струб объемат figuredpan ферме и в том, что мыunciем положим с мокроном, письмо у нас пришло в другом оформлении если вы заметили то у нас не вводится капча это происходит по причине того что мы авторизованы откроем страницу под анонимным пользователем и капча на месте